Девушки отдыхают В начале времени Стрелки бегут назад? Стрелки бегут назад Черная дыра взрывается и возникает вселенная Боковой амиотрофический склероз Боюсь, тебе осталось года два А с мозгом что? Мозг не пострадает Будешь думать как раньше Но только никто не узнает о чем Сейчас же вставай, иначе я больше не вернусь Никогда Будет очень тяжелое поражение Вы думаете, что я Что я совсем не похожа на сильного человека Но я люблю его А он любит меня Мы все будем бороться с болезнью Вместе Удачи Блестяще, Стивен Выдающаяся теория За дорогого доктора Стивена Хокинга Он больше не заговорит Не обсуждается Меня зовут Стивен Хокин Американский акцент Это проблема? Никогда не знаешь Где будет сделан Великий прорыв и кемс Не должно быть предела Дерзанием человека И какой бы ужасной Не казалось жизни Пока есть жизнь Есть надежда Вселенная Стивена Хокинга Мальчики, идите сюда Ну разве не здорово, а? Пап, можно идти купаться? Конечно, сейчас пойдем В 2004 году Лови, Лукас! На Юго-Восточную Азию Обрушилась трагедия Лукас! Это история спасения Одной семьи Знаешь, когда я больше всего испугался? Когда накрыло волной? Когда я вынырнул И оказался совсем один А потом я увидел вас двоих И мне стало уже не так страшно Возможно, мама и Лукас сейчас тоже совсем одни Поэтому надо продолжать искать их Выбор кинофестиваля 2012 в Торонто Мне страшно Мне тоже Спасибо вам Лукас, иди, помоги другим У тебя это хорошо получается Вы ищете свою семью? Я проверю все больницы И все убежища Я найду их, обещаю Ничто не может сломить Человеческий дух Наоми Уоттс Юэн МакГрегор Невозможное Никогда не знаешь, что тебя ждет Меня зовут Бенджамин Бэттон Господи Иисусе! Я родился при странных обстоятельствах Как будто он неноворожденный 80-летний старик, который одной ногой уже в могиле Он умирает? Скорее всего О, Боже Он копия моего бывшего мужа Я не понимал, что я ребенок Я думал, я старик на закате жизни Сколько тебе лет? Семь Но я вывижу старше Ему семь Ты необыкновенный ребенок Люди просто не понимают, насколько ты необыкновенный Бенджамин Ты выглядишь гораздо моложе Однажды я встретил человека Который изменил мою жизнь навсегда Ты болен? Мне говорят, я скоро умру А может и нет Ты странный С годами я не становился старше Я становился моложе Дэйзи Разными дорогами Я хочу запомнить нас такими, как сейчас Дэйзи У тебя своя друга, Бенджи Кое-что вечно Это что, так и будет всегда, Джерри? Одно и то же до конца жизни Придумай что-нибудь Почему я всегда должна быть мамочкой, которая обо всем беспокоится Я тоже хочу быть симпатичным ирландским парнем, который только и делает, что поет Потому что стоит тебе запереть, собаки начинают брыть Милая Я тебя безумно люблю Это не надолго Я никуда не денусь Но все меняется Джерри Кеннеди покинул нас Но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах Думаешь, это будет правильно, если я забрусь в квартире до старости? Что если те, кого мы любили Что это? Привет, милая Сюрприз Никуда не деваются У меня есть план Я написал тебе письма Они будут приходить к тебе разными путями А ты будешь делать то, что я скажу Договорились? От продюсера фильма «Дьявол носит Прада» Ты ведь по-прежнему рядом, правда? Я чувствую тебя Я рядом, милая Он сделал ей подарок Я освобождаю тебя Джерри купил тур в Ирландии Научил жить без себя Моя девочка не должна скучать Организуйте ей рыбалку Ей необходимо... Развлечься Поезжайте куда-нибудь и оторвитесь Клево Не женат? Нет Голубы? Нет Работаешь? Нет Видишь, я не боюсь, что ты забудешь меня Однажды моя жизнь уже менялась А теперь она изменилась опять, любовь моя Обладательница Оскара Хиллари Суанг Джерард Баттер Лиза Кудроу Хэри Конник-младший Джина Гершин Джеффри Дин Морган И обладательница Оскара Китти Бейтс Мне кажется, Джерри ведет меня Считаешь, это глупо? Жаль, у меня нет покойника, который бы говорил мне, что делать Бас Криктум Я люблю тебя Скоро на экранах Милая Изабель Не могу перестать думать о нас с тобой Дорогой Том С первой нашей встречи мне кажется, будто я тебя знаю И все время представляю себе наше будущее Твоя любовь вернула меня к жизни Что мне делать? Как тебе помочь? Помним, скорбим В момент утраты Возникло чудо жизни Мы ее нашли Это не совпадение Она очень милая Но мы не можем ее оставить Мы нужны ей Мы не делаем ничего плохого По мотивам романа-бестселлера Я знаю, что ты будешь чудесным отцом Папуля, люблю тебя Всегда, 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 всегда От режиссера «Место под соснами» Как тебя зовут? Люси Люси Очень приятно познакомиться Пока С моей сестрой случилась страшная беда Ее муж с дочерью пропали в море Она сейчас была бы ровесницей вашей дочки Когда обретаешь любовь Мы должны всем рассказать Она ее мать Я ее мать Кто-то знает, что моя дочь жива Разве можно от нее отказаться? Все будет хорошо Все будет хорошо Я защищу тебя, обещаю Это мы виноваты Слишком поздно Майкл Фазбенда Алисия Виканда Рэйчел Вайс Когда-нибудь все это будет казаться сном Люблю тебя Всегда 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 Свет в океане Смотрите в сентябре Это все из-за праздников? Нет, вовсе нет Так почему же ты пришел к нам сегодня? Пытаешь привести мысли в порядок Говард замечательный человек Он не просто босс, а друг Он потерял ребенка И теперь ему плевать на все остальное Думаю, это самое странное, что я когда-либо видела Он пишет письма Кому? Говард пишет не людям Он пишет понятия Времени, любви, смерти Дети пишут Санте Это не значит, что они сумасшедшие Нет, но это помогает Ты решишь, что я сошел с ума Но я общаюсь кое с кем Сначала я встретил смерть Она подошла ко мне в парке Вижу, вы очарованы То есть смерть, это она Оказалось, смерть пожилая белая женщина Помнишь меня? Я время Ты писал мне, потому что тебе нужно время Говард Спроси Спроси ее, видит ли она меня Он сидит прямо тут Он просто появился, да? Я любовь Это я создаю жизнь С тобой что-то происходит Говард Я не знаю, что сделать, чтобы вернуть тебя А что, если любовь, смерть и время Пытаются помочь тебе? Поговори с ними, Говард Задай вопросы Просто попробуй Любовь Это причина всему Я видел тебя в ее глазах, когда она смеялась А ты разбила мне сердце Я была в ее смехе тогда Но я и теперь здесь В твоей боли Он вызывает ко вселенной В поиске ответов Не упусти призрачную красоту Это твоя связь Совсем в этом мире Если он примет это То сможет начать жить снова Ты ведь тут не для того, чтобы забрать меня? Нет, Говард Чтобы прокатиться на метро Понимаю, тебе нелегко Но нам всем приходится расставаться с друзьями Это временно Переезжаем? Куда? Смысл солдатской службы в том, что страна приказывает уехать И ты едешь? Считай это приключением Как в твоих книгах Дети, смотрите Наш новый дом Ты что делаешь? Исследуй Нет, туда не ходи Привет Сколько тебе лет? Восемь Мне тоже Почему ты весь день ходишь в пижаме? Солдаты Они отняли у нас всю одежду У меня папа солдат Но он ни у кого одежду не отнимает Вон ту Вон там Вон туда Эту Нет, вон ту Сюда Нет Мирамакс Филмс представляет Это трудовой лагерь Они там оказались, потому что они враги Враги? О моей работе тебе нужно знать только одно, Груно Она очень важна для нашей страны Работая здесь, твой отец творит историю своими руками Откройте для себя незабываемую историю С тобой что-то случилось? Папа нигде нет О разделяющей нас черте Я солдат Солдаты сражаются на войне Это не война Это важная ее часть И объединяющей нас надежде Мы с тобой не должны быть друзьями Все говорят, мы враги Мальчик в полосатой пижаме Грустную историю можно рассказывать по-разному Можно, например, приукрасить ее Добавить песню Питера Габриэля И вот уже все хорошо Я не меньше вас люблю такой вариант Однако это неправда Вот это правда Эй, подружись с кем-нибудь Извините Да ничего Я Август Уотерс У меня нет симптомов полтора года Может быть, вы расскажете нам о своих страхах? О страхах Забвения Как тебя зовут? Хейзл А полностью? Хейзл Грейс Ланкастер Что ты так смотришь на меня? Ты красивая Ну, расскажи о себе Мне поставили диагноз в ней на тетель Какая ты? Я самая обыкновенная Протестую, Ваша честь Газ только о тебе и говорит Мы просто друзья От того, что ты держишь меня на расстоянии Меня влечет к тебе не меньше Я бомба замедленного действия Которая однажды взорвется И разнесет все вокруг Я не хочу, чтобы ты пострадал В этом мире страдания не выбирают Но можно выбрать того, кто причинит их Я люблю тебя, Хейзл Грейс Я знаю, любовь — это крик в пустоту И изобвение неизбежно Но я люблю тебя И мы все равно будем вместе Мы сошли с ума Ты злишься? Еще как Так, разбей что-нибудь Да! Мои дни сочтены Но ты подарил мне кусочек вечности Мне нет слов, чтобы отблагодарить тебя за это Жизнь прекрасна, Хейзл Грейс Да? Точно Назовите ваш возраст Мне... Мне 34 Я родился 9 февраля 1975 Кто вы? Я господин Никто Человек, которого не существует Мы не знаем, кто такой господин Никто Но и он сам Воспоминания пациента противоречат друг другу Ну что, Немо, ты решил? Поедешь со мной? Или останешься с папой? Обратной дороги не будет Поэтому нам всегда так сложно делать выбор Немо! Выбор должен быть верным Скорее! Но пока выбор не сделан Возможно, все Простите, я не понял Вы остались с отцом или с матерью? Вспоминайте Привет, Немо Я хочу тебя Я тебя тоже Итак, Анна и Немо решили связать себя с священными узами брака Отныне Лиза и Немо Отныне Жанна и Немо связаны с священными узами брака Ваши воспоминания противоречат друг другу Который из всех этих жизненных путей? Какой из них настоящий? Немо? Ты меня любишь? Я не смог бы жить без тебя Ты первый и последний, кого я буду любить Я люблю тебя Смерти не боюсь Боюсь мало пожить Джаред Лито В фильме Жако Вандермаэля Господин Никто Сегодняшний день войдет в историю Его будут помнить через много лет Молодые будут спрашивать про этот день Сегодня вершится история и вы вошли в нее Шестьсот лет существовал еврейский краков Подумайте об этом Но сегодня вечером эти шесть столетий канут в небытие Их никогда не было Мы вершим историю Говорят, у вас не умирает никто Ваш завод просто рай И еще говорят, что вы очень хороши Кто говорит? Все говорят Я мог бы спасти еще больше Кто спасет одну жизнь, спасет весь мир Когда-то все это должно кончиться Я мог бы спасти еще больше Девушки отдыхают. Этот список – сама жизнь. А со всех сторон его окружает пропасть.